теперь мягкая техника для работы с лучезапясным суставом данный сустав имеет множество рядов на костных структур и они достаточно мелкие вместе соединяясь собственно дают нам возможность функциональности нашей кисти но при иногда при каких-то движениях иногда сочетанных иногда в концах амплитуд движения можем испытывать дискомфорт очень часто это возникает проблема из-за дисфункции гороховидной кости то есть и в моментах излишнего разгибания и сгибания может возникать болезненность именно поэтому есть вариант следующей техники я областью мышцами большого пальца с одной из другой стороны захватываю лучезапясный сустав до скрещивая руки между собой вот таким образом и создаю небольшую компрессию в этой зоне при этом создав компрессию я буду просить пациента просто растопыривать резко пальцы вот таким вот образом то есть напрягать одномоментно большую часть работы мышц создал компрессию и попросил растопырить пальцы да и снова вернуться в исходное положение и вот так несколько раз мы работаем примерно 23 подхода по 10 12 15 повторений таким образом по сути мы устраняем дисфункцию лучезапястном суставе опять же мы не давим слишком сильно потому что если мы слишком сильно будем сдавливать область плоха прохождения нервов в этой в этом регионе то естественно это повлечет то что пациент испытывать будет нарушение чувствительности или изменения жжение пока у не в пальцах и так далее поэтому сила должна быть оптимальной вы должны почувствовать что вы своим сжатием поменяли возможно положение костных структур и снова продолжаем работать и техника преимущественно который будет эффективна при синдроме карпального канала а также не стоит забывать опять же о тех кто постоянно работает пальцами и кистью в целом это и парикмахеры и насажисты и другие специалисты которых постоянно мелкая моторика это скажем так привычное рабочее состояние для них хорошо подойдет данный вариант техники это тоже разламывающий вариант техники когда мы как будто бы отдавливаем мышцу большого пальца от мышцы мизинца и соответственно я с двух сторон буду раздавливать и растягивать как костные структуры так и мягкие ткани таким образом высвобождая данный регион уменьшая при этом воздействуя таким образом разгоняя отек дополнительно уровень естественно компрессии будет зависеть от того насколько острое состояние иногда это очень мягкие поглаживающие движения для того чтобы только побороться с отеком иногда это могут быть достаточно сильные когда мы в особенности снимаем напряжение с мышцы большого пальца и мизинца и вам будет удобнее иногда встать стоя и выполнять эту технику вот таким образом опять же только благодаря тому что вы просто переносите вес тела а не работаете руками